Джеки Банати, тайный клуб мистера Джея, страсти по-итальянски. Как приятно снова видеть вас в моем клубе. Смотрю, вы становитесь моим постоянным гостем. Это лучший подарок для меня, честное слово. Позвольте проводить вас на ваше место и предложить вам напитки, как обычно, верно? Я всегда помню, что мои гости предпочитают. Я приготовил для вас очередную горячую историю. Мои близкие друзья однажды попросили меня помочь в крайне деликатной, но, увы, нередкой ситуации. Держу парею, у вас тоже есть знакомые, чей брак внезапно оказался на грани распада. Быть заедает, секс уже не тот, нет огонька, фантазии, не хватает запала. Ах, знали бы вы, сколько разводов из-за этого происходит. Конечно, иногда нужна помощь терапевта, грамотного психолога, но иногда нужно просто снова разжечь страсть, подлить бензина на тлеющие угли костра и смотреть, как он горит. И, глядишь, внутри тоже что-то начинает оживать. Поверьте, немного БДСМ может изменить вашу сексуальную жизнь. Хотя, раз вы снова здесь, мне не нужно вам это повторять. Так что устраивайтесь поудобнее, и я расскажу вам, как все было. «Люблю твои волосы». Массимо мягким движением прочесал пальцами копну волос цвета вороного крыла. Впрочем, движение было привычным, слова будто заученными наизусть от движения, когда он опускался сверху на Лауру, отработанными до автоматизма. И слова о супружеском долге набили оскомину. Интимная близость превратилась в обеззаловку, и что с этим делать, он не знал. Лаура механически кивнула. Она знала, что волосы у нее красивые, но все остальное ей казалось увядающим. Ей было чуть за сорок, и ее настигал кризис среднего возраста. И их секс был тому подтверждением. Да, она знала пару, у которых секс сходил на нет. Кто-то заводил любовников, ей не нравилось ни то, ни другое. Но сейчас ей не хватало отклика, огня, и хотелось, чтобы как раньше, по три раза за ночь, на разных поверхностях. — Может, сменим позу? — предложила она, понимая, что так совершенно точно не кончит. — Конечно, дорогая. Тут же согласился Мино и, приподнявшись, вышел из нее. Он не мог понять, в чем дело. Его жена красива. Ее взглядом провожают на улице и мужчины, и женщины. Так что же изменилось? Куда пропал былой огонь? — Как ты хочешь? — спросил он, привычно предоставив ей выбирать. — Может, на боку? — предложила она, надеясь, что так будет более чувственно. Но ее ожидания не оправдались. Пара минут бестолковой возни, пыхтения, сбивчивых поцелуев в шею, и она вдруг ощутила, что член ее мужа просто обмяк. — Ты... ты кончил? — удивленно спросила она, прекрасно понимая, что это не так. — Нет. — стараясь скрыть разочарование, ответил он. — Прости, похоже, я устал сегодня сильнее, чем думал. Массимо даже не рассматривал вариант, что это импотенция.